приветствую моих зрителей сегодня я продолжаю рассказывать о приемах работы на дисковом шлифовальном станке когда работаешь на планшайбе желательно чтобы деталь касалась круга не в одной точке а двигалась по его поверхности тогда и круг срабатывается более равномерно и пыль лучше отводится именно для этих целей я сделал вот такую подвижную направляющую значит сделана она на основе вот такого кронштейна это обычный ламинат 8 миллиметров детали сплеены между собой на супер клей и стянуты двумя шурупами отверстия и пазы для крепления линейки этот побольше у меня работает на фрезере а вот этот вот поменьше я сделал специально для шлифовального зажимается он болтом m5 вот у нас вставлен и крепление на обычном саморезе значит для чего это делал мне нужно было сделать серию деталей сошлифовав их под углом определенным и эти детали должны были иметь одинаковый размер значит как я этого добивался я взял план и обычный биндер при помощи биндера я выставил размер взял деталь и начал шлифовать просто подавая план и вот как только у меня биндер упирался в реальный ней и значит размер уже был достигнут можно было сделать немножко по-другому можно было просто зафиксировать план у на линейке и также подавать тут вариантов может быть несколько и еще один момент о котором я хочу рассказать когда на вот такой вот поворотной направляющей нужно быстро выставить угол 90 градусов то делается это следующим образом правда такая возможность есть только в том случае если шина не т-образная обычная прямоугольная переворачиваем верх ногами и упираем в край теперь возвращаем в рабочее положение и смотрим если у нас паз перпендикулярен краю то щель будет везде одинаковая но даже если край не перпендикулярен все равно мы можем по разнице размера поймать угол 90 градусов пусть это не очень точная установка по измерительному угольнику будет точнее но на скорую руку таким вот способом весьма функционально ну а проверить это тоже очень просто достаточно положить деталь шлифануть ее потом маркером закрасить торец перевернуть на 180 градусов и коснуться круга в том месте где будет сошлифован маркер значит в том месте угол острее и нужно немножко подкорректировать вот такая вот небольшая такая хитрость ну и на этом на сегодня все если кому что непонятно задавайте вопросы пишите комментарии ну конечно подписывайтесь кто еще этого не сделал добавляйте видео себе делитесь с друзьями и до встречи на моем канале